Спортивных праздников тоже, видимо, есть, да? Да, конечно, безусловно. Мы уже здесь отмечали о том, что как только на Неве лёд сходил, так все суда по указу Петра собирались в районе как раз Петропавловской крепости и торжественно, значит, они шли во главе, шёл Пётр на своём судне, на своём пароходе небольшом. Поэтому эта традиция и живёт до сих пор. Так, вы знаете, Невский флот, он именовался Невский флот. И мостов-то ведь не было в тот период. Поэтому всё передвижение были на судах. Вообще мы интересно говорим, вот, Алексей, там всё остальное. Если вернуться, значит, к первоисточникам, как раньше называлось, и в тайной дипломатии Маркса есть фраза о том, что Пётр воевал с варварством, варварскими методами. Вот, то есть его действия, конечно, вы представьте себе, в ледяную четырёхградусную воду высаживать людей, лошадей, технику. Они обмерзают. Это, конечно... Но это система обучения, система подготовки. Это очень много вопросов связанных. Вот мы ждём наш репортаж из района Петропавловской крепости. Мы далеко отсюда исторически сказали, как состоялась и первая морская победа. Ведь Санкт-Петербург, история города, ну, самым тесным образом связана со стороны флота. Именно в Усть-Иневы в мае 1703 года Пётр и Меньшиков командует двумя отрядами на простых лодках солдаты, тогда ещё солдаты Семёновской предображенских полков, это те потешные, с которыми Пётр играл, они захватили два шведских судна, Шняву-Острид и Бот-Гидан. Это была первая победа в Усть-Иневы, за что, кстати, и Меньшиков, и Пётр были удостоены ордена Андрея Первозванного. И первый кавалер ордена Головин вручил им этот орден. И надо сказать, что вот тогда была выбита медаль «Небываемая и бывает». Вот это ген, ген небываемости российского флота, вот, наверное, берёт начало именно вот с этого места и вот с этих событий. И эта победа в Усть-Иневы в 1803 году является датой рождения, по сути дела, Балтийского флота. Вот я смотрю, начинается праздник морской, но он начинается тоже, скажем так, с воздуха. Над акваторией Невы спортивные самолёты пронесли флаги. Внимание! Над Невой парадный строй самолёта «Вильга-35А» Санкт-Петербургского городского аэроклуба «Астон». Первый самолёт пилотирует лётчик первого класса «Готтарь» Владимир. Второй лётчик первого класса «Мастер спорта» Лариса Симусёва. И третий мастер спорта «Паврос». Прошли самолёты, а от Троицкого моста начал движение катер с государственным флагом России. Трёхцветный, бело-синий-красный флаг, впервые поднятый в 1883 году и просуществовавший до 17-го года, вновь вернулся к нам, став символом возрождения и суверенитета России. Особенное содержание в трёхцветном российском флаге. Да, в трёх цветах есть давний смысл глубокий, их время отобрало неспроста. В них ширь души и мужество истоки, и удаль россиян, и доброта. Цвет белый, честь и правду подарил нам, а синий верность и к отечеству любовь, а в красном и энергия и сила, и за отчизну пролитая кровь. Следом парадном строю флагов Андреевский флаг и гюсь российского флота, учреждённый Петром Первым в 1699 году. Он вновь гордо реет на флагштоках кораблей флота. Особым отличием славен флаг Санкт-Петербурга, доставшийся нам в неизменном виде с давних времён истории. Величав наш город, и ещё более прекрасным становится он в дни морских торжеств. Город, о котором российский поэт Пётр Вязинский изрёк. Я вижу град Петров чудесный, величавый, по манию Петра, воздвигшийся из блат. Наследный памятник его могучей славы, потомками его украшенный сто крат. Проходят катера с флагами, а на акваторию Невы выходит эскадра Нептуна. Какой праздник без царя и владыки морского! Вы слышите, как ветер завывает? То бог ветров и ол коснулся струн, А значит, к нам на праздник прибывает Владыка океанов и морей Нептун! О, владыка океанов, Властелин морей Нептун, Бури штормов повелитель, Царь наш батюшка морской! Слышу, матушка царица, Величальный голос твой, Нам, однако, не годится принимать твою хвалу. Мы сегодня только гости На большом морском балу. Любо мне в моих владениях Мощный мирный русский флот, Не грабительский пиратский, А защитник рубежей, Берегов Руси великой, Вот что мне всего милей! Моряки земли российской, Вам мое благословение, И как знак любви сердечной, Вам дарую во владение Океаны и моря навечно! Этот ключ от них по праву, Командору я вручаю! Петр Великий, царь земной, Принимай подарок мой! Перед вами ботик Петра, И на борту Петр Первый, Как в славные и добрые времена, Ключ о котором говорил Владыка Морей в его руках! К вам обращается Царь Петр Первый! Благодарствуй, Бог морской! Традиции предков Для нас, русских, святы! Судьба отчизны нашей Морской дорогой идти! Путь сей! Село труден, Потому славен! Триста лет плод российский Гордо несет стандарт свой! Влагу Андреевскому! Биват! Честь и слава! Благодарям! Плода российского! Семь путок подделен! Россия Великой! Биват! 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 Сегодняшний праздник! Благодарим! Всех спонсоров, оказавших и проявивших участие в проведении этого праздника. Радиотелефонной связью для обеспечения главного морского парада «Вельтельцелеком». Компанию северо-западной «Джессиэм» за предоставленные услуги цифровой, сотовой и мобильной связи общеевропейского стандарта. Акционерное общество «Пеликан». Ушла в лотилия «Нептуна» и попрощавший с Вами уходит китай «Джессиэм». Интересно. Нельзя не сказать о тех... Праздник на акватории Невы продолжается. И сейчас и телезрители, и все, кто собрались на набережных Невы, Невы видят и ботик Петра Первого, и героев, изображающих Екатерину, Петра Первого. Сопровождают их две колонны корабельных шлюбок с флагами расцвечивания. Также здесь и изображены суда, которые напоминают этапы истории флота. Владимир Борисович, а кто принимает участие, кто изображает все эти исторические фигуры? Что это за люди? Здесь много действующих лиц. Здесь задействованы исторические клубы. Это, видимо, основная нагрузка. Это на самодеятельную часть, так будем говорить. То есть и костюмированная часть, и все остальное. Но здесь большая нагрузка лежит на театре Балтийского флота. Вот об этом коллективе можно говорить. Много у них великолепной истории. И я скажу, что праздненство здесь, праздненство в городе, при участии этого прославленного театрального коллектива, я больше того скажу, значит, и роль Петра исполняется, значит, актерами этого театра. Здесь не безинтересно. Действо подготовленное. Я думаю, что люди получат радость от встречи с флотскими артистами. Я думаю, у нас роль Петра теперь почетна, как роль Владимира Ильича в главных годах. Ну, я вам больше того скажу. Я просто абсолютно случайно узнал о том, что за период подготовки к празднику, с 92 по 96 год, значит, пошито 42 полных костюма Петра Первого здесь, в Санкт-Петербурге. Вот такая у меня информация на сегодняшний день. Да, это политика... Успевают изнашивать мундиры царства? Нет, не об этом изнашить. Очень много хотят быть похожими на Петра и хотят быть похожими на мероприятия в 300 лет. Да, это подготовительные вопросы. Переслав-Залезский, Архангельск. Ведь в указе президента подготовки к юбилею флота отмечалась поэтапная подготовка флота. Ну что ж, опять вернемся в акваторию Невы и посмотрим на праздник. А вот и действия торпеды. Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok